Друзья, всех приветствую! К нам на Экзегет пришел вопрос «Как не впасть в уныние от того, что постоянно грешишь?» Вы знаете, друзья мои, вообще надо было разочароваться. Каждый из нас будет умирать в грехах. И ни один человек не сможет до смерти избавиться от всех грехов. И не случайно мы некоторые грехи называем повседневными, потому что они совершаются каждый день по немощи, по той слабости, которую мы все имеем. Например, апостол Павел пишет, уж кто из нас будет сомневаться в том, что апостол Павел был молодец, то есть он был праведный человек. Он пишет, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, это пишет апостол Павел». У апостола Павла тоже были грехи. Например, апостол Ян Богослов говорит, что есть грех не к смерти. То есть есть грехи, это наши слабости, которые нас не переводят к смерти духовной. И мы, да, будем это совершать, и только смерть наша физическая, когда тело наше немощное останется здесь, оно нас разлучит с этими немощами. Так что впадать в уныние от того, что ты не можешь перестать где-то говорить лишние слова, проявляешь какое-то невоздержание в мыслях, или где-то что-то ты там лишнее съел, или где-то опять по чуть-чуть позавидовал, не надо. Надо спокойно терпеть свои немощи, стараться стремиться к праведности, с Божьей помощью, и не давать возможности дьяволу себя обманывать. Потому что задача дьявола как раз вести нас в состояние уныния, что вот, я ничего не могу. Да, ничего и не можем. Христос прям так говорит, так как без меня не можете сделать, ничего. Вот и веря в то, что Господь после смерти нас воскресит и сделает совершенно безгрешными, вот с надеждой на полное избавление от греха мы проводим нашу духовную жизнь. А если кто-то считает, что можно умереть в состоянии абсолютного бесстрастия, безгрешности, то напоследок скажу вам слова одного из величайших наших святых, преподобного Иоанна Лествичника, который говорил, что даже самые великие святые только на очень короткое время достигали бесстрастия, а потом опять сразу начинали грешить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok